Продолжение нашего служения мы еще прочитаем из Евангелия от Матфея, 27 главы, с 1 стиха. Когда же настало утро, все первосвященники и старейщины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И связавшие Его отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидел, что он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 серебряников, первосвященникам и старейщинам, говоря, согрешил я, предавая кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. Бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился до этого места. Знаете, дорогие друзья, мы прочитали место, где собрались книжники и первосвященники. Собрались для того, чтобы осудить нашего Господа Иисуса Христа. Собрались осудить невинного. Все их мысли были о том, что сделать, как сделать, чтобы его осудил народ, чтобы народ не заступился за Него. Они это делали для того, чтобы ихняя честь, ихняя слава не померкла, потому что они видели, что люди идут за Иисусом Христом, что они слушают Его, что они стремятся побывать с Ним, стремятся исполнить те заповеди, которые Он говорил. Им это не нравилось, потому что Иисус Христос отбирал у них власть, отбирал то, что они имели. А их желание было возвыситься над народом, чтобы народ поклонялся им, чтобы народ нес деньги им, чтобы они были и жили в довольствии. И вот они... Здесь также рассказывается о том, об Иуде и его предательстве. Брат уже говорил об этом, и я хочу коснуться, что для книжников, старейшин и первосвященников, это было очень хорошо и прекрасно, что один из учеников, тот, который ходил с Иисусом Христом, который знал, что Он делал, что говорил, казалось бы, Он служил Иисусу Христу, находясь с Ним, предает Его. И это было... Они могли выставить как свидетельство, свидетельство того, что один из учеников предает Его. И вдруг они видят, что этот человек отказывается от всего того, что он затеял. Потому что здесь написано, когда Иуда, предавший, увидел, что он осужден, он раскаялся. Удивительно. Казалось бы, ну что раскачивается, ты взял деньги, ты вот имеешь эти деньги, ты получил то, что желал. Но совесть, видно, Его обличала. Совесть, та, которая еще имелась у него, она обличила Его, и он понял, что Он сделал не то. Во-первых, он думал о том, что Иисус Христос не будет осужден, Он не будет распят. Он, как обычно, выйдет из этого положения, и будут просрамлены эти книжники, первосвященники. Иисус Христос будет на высоте, и деньги останутся целы у этого человека, у Иуды, который любил деньги, которые... Вот он ходил с ящиком и понемногу, видимо, воровал оттуда. Его падение началось с того, с этого ящика, который он взял на себя, и который он вот носил, и хотел вот эти 30 серебряков, он их получил. Но увидел, что Иисус Христос осужден, Он рассказал, Он вернулся и отдал эти деньги первосвященнику. Он вернул и бросил их. И слова, которые Он говорит, еще раз подтверждают то, что Иисус Христос не был виновен ни в чем. И слова Его, которые Он сказал, что «Я предал кровь невинную». Он понимал то, что Он предал кровь невинную. Он предал того, который учил Его, с которым Он находился рядом и не нуждался ни в чем. Он был обут, одет, Он питался, и вдруг Он предает Его. Знаете, дорогие друзья, брат говорил, что ведь мы в свое время тоже каждый из нас обратился к Иисусу Христу и был с Ним, ходили и ходим мы с Ним. Мы дали обещание, как братья говорили, служить Ему доброй совести, но вот исполняем мы это или нет. Или мы тоже, как Иуда, постепенно отходим от Иисуса Христа и стремимся в этот мир, который влечет за собою, влечет к себе. В посланиях апостол Павел, особенно в посланиях к евреям, очень много апостол Павел пишет. И он пишет как раз евреям, иудейскому народу, народу, который поклонялся Богу, который служил Богу по плоти, а духам, как брат говорил, о том, что они были далеко от Бога. И вот это он пишет почему? Потому что он переживает. Переживает и за нас с вами все эти послания мы читаем для того, чтобы познавать те истины, чтобы не отпасть от Иисуса Христа, не оставить Его. И вот апостол Павел в 10 главе, послание к евреям, пишет такие слова. Будем читать 23 стиха. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание свое, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. Ибо если мы, получившие познание истины, произвольно грешим, то не оставляем более жертвы за грехи. И 31 стих. Страшно впасть в руки Бога Живого. Знаете, дорогие друзья, вот этими словами, которые здесь записал апостол Павел, он побуждает церковь в служении, в служении в постоянном ему. Вы знаете, откуда начинается падение? Вот давайте вспомним группу ту, которая находилась здесь у нас, которая была, которая служила, но появился человек, вот точно так, как написано в Галатам, появились люди те, которые хотели увезти, и они увели. И вот посмотрите, кто из них вернулся в Дом Божий, кто вернулся и продолжает служение. Никто из них не вернулся. Почему? Потому что совесть обличает их, и они не хотят прийти. Это же им надо покаяться, обратиться к Богу, прославить Его. И это падение может происходить каждому из нас, если мы не будем посещать собрания. Апостол Павел говорит именно верующим людям, тем, которые знают Бога, которые поклоняются. И он говорит им, напоминает о том, не оставляйте собраний ваших. Почему? А ведь, знаете, дорогие друзья, ведь многие, вот сегодня мы собрались, вот посмотрите, у нас много, не все, но большая часть сегодня в Доме Господнем, потому что вечеря Господня. Но, дорогие друзья, мы должны постоянно так бывать на собрании и утром, и вечером, и в будни, и в праздники. Почему? Потому что Господь говорит, наставляйте. Брат говорил о том, что и пение, и всё, ведь мы, выйдя из дома молитвы, мы уже забываем, о чём было сказано, кто говорил, и о чём пели псалмы, кто какие рассказывал стихотворения. Почему? До суета этого мира затягивает нас. Затягивает и уводит от нашего Господа. И если мы не ходим на собрания, да, у нас многие живут далеко. Действительно так, они проезжают по воскресеньям, возможно, только на вечерю Господнюю. Это одно. Но если мы здоровы, если мы ходим на работу, если мы можем приходить и на вечернее служение, а мы не ходим, мы грешим. Грешим против нашего Господа, мы его оставляем, и оставляем постепенно. Подойдёт момент какой-то, что мы, скажем, знаете, вот у нас есть, вот помните все молитву фарисея, который молился в Доме Господнем с мытарем вместе, и говорил, я не такой, как прочие люди. Я пощусь, я отдаю десятину, я не курю, я не гуляю, я не изменяю, не прелюбодействую. Я не таков, как эти люди, поэтому могу не ходить. Этого нет в Священном Писании, но это так может быть. Почему? Потому что я не таков, как все, поэтому я могу не ходить на собрания. Но, дорогие друзья, здесь написано, вот апостол Павел уже к евреям пишет, но будем увещевать друг друга, и тем более, что более усматривается приближение дня Господня. Увещевать друг друга, напоминать, говорить о том, что хочет Господь для нас. В послании к Матфею и в других местах Священного Писания Господь говорит слово, «И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Потому что будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий». Вот знаете, для нас всех должно быть напоминание дня пришествия Духа Святого на учеников. Они были вместе. И там, и в первой главе, и во второй, и в третьей, и во многих местах священных единодушно вместе. Единодушно вместе пребывали, и Дух Святой сошел на них. Знаете, почему апостол, вернее, Господь Иисус Христос и говорит, бодрствуйте, потому что и будьте готовы. Почему он говорит? Когда готовы? Ведь когда возносился Иисус Христос, он сказал своим ученикам, что он им сказал? Что идите, я сойду на вас, придет время, и Дух Святой сойдет. Нет, он сказал, будьте вместе. Почему Господь создает Церковь свою здесь на земле? Он собирает всех нас под крылья свои. Собирает для того момента, когда он придет во второй раз. За кем он придет? За Церковь свою. Где кто находиться будет, дорогие друзья? Те, кто болеет, понятно. Те, кто живет далеко, тоже ясно. Но те, которые живут вокруг Дома Молитвы или в нашем хорсистском живом массиве и не приходят на собрание, это грех. Это неправильно. Мы должны приходить на собрание. Ведь этим прославляется имя нашего Господа. Мы часто приглашаем людей на служение сюда, в Дом Господнем. Для чего? Чтобы они послушали Слово Божие. Они придут, а вас нету, которого пригласили. Он скажет, что туда ходить? Тот, который меня приглашал, сам не пришел сюда. Чего я буду ходить и слушать? Поэтому, дорогие друзья, приглашая, мы должны быть. Мы, брат говорил, что мы примером являемся для своей семьи, для своих детей. Как мы поступаем, как делаем, как посещаем собрание. Они же видят. Они все это видят и наматывают на уши. Ага, значит, и нам можно так. Поэтому, будучи примером для всех живущих на земле, светом, письмом читаем, мы должны исполнять волю Господнюю. Мы должны прославлять имя Его. Иуда пошел и удавился. Удивительно, дорогие друзья, вот совесть обличила его. Обличила в том, что он не пошел к Иисусу Христу. И это плохо. Это нехорошо. Он пошел, он ушел, он покаялся перед этими первосвященниками, которые должны были направить его. Направить. И я не думаю, что Господь бы не простил его, если бы он обратился к нему молитвы покаяния. Он всех прощает грешников, которые приходят к нему. А кто уходит, тот остается без Иисуса Христа. Давайте помолимся. Поблагодарим Господа, что и сегодня мы побывали в общении с Ним. Потому что Господь здесь, Он сказал, где двое, трое, во имя Мое, там и я. Поэтому слава Ему! Аминь!